Большое спасибо. Я очень рада, что меня пригласили. Меня зовут Анастасия Данилова, медицинский онколог в Московской городской онкологической больнице номер 62. У нас большой центр раковый в Москве, онкологический центр. Я практикующий онколог, и я беседую с пациентами каждый день. Очень это грустно, но каждый день, каждый день. И должна вас разочаровать. Я не буду учить вас сейчас коммуникативным навыкам, как работать с раковыми пациентами. У меня 20 минут, и много чего хочу вам сказать. Я хочу говорить с вами о важности эффективной клинической коммуникации в медицинском секторе и те ресурсы, которые могут вам помочь делать это на ежедневной основе. Все мы проходили такую ситуацию. Приходят пациенты, разные формы заполняете, исследования проводите. Все это ужасно и дико. Какие-то бессмысленные, короткие беседы с пациентами, которые никому не помогут. Они не помогут пациенту, они не помогут вам, потому что вам после этого тоже очень плохо. Вы себя так неуютно очень ощущаете. Следует помнить, что медицина ведь не только касается того, что надо правильный диагноз поставить и найти правильное лечение или провести очень сложную хирургическую операцию. Краевоугольный камень всех наших знаний, навыков и все, что мы делаем, это наш пациент. Он в центре внимания. Без пациента нам ничего не достичь. И я хочу с вами поговорить о самых важных вещах. Это важность эффективной клинической коммуникации, общения с пациентами, которая поможет повысить качество медицинской услуги. Мы должны понимать, что коммуникации с пациентом – это костяк, так сказать, всех наших профессиональных решений. И также, как мы лечим пациента. Когда мы учились, мы все были студентами-медиками, я, по крайней мере, точно была. И, конечно же, клинические коммуникации или подход, основанный на враче был. То есть цель какая? Поставить диагноз заболевания. То есть доктор во главе угла. Доктор решает, что делать, что спросить, когда начать лечение, когда прекратить. Это такой патриархальный подход, что доктор лучше знает, что надо пациенту. А что касается согласия, информированного согласия пациента, как-то это упускается. Очень такие упрощенные техники подхода тут используются. Мы знаем, что этого недостаточно. И исследователи, и врачи сейчас переходят на пациент, где в центре всего находится пациент. Он в центре всего, что мы делаем. Цель все та же – диагностировать заболевание, но также, чтобы пациент понял суть своего заболевания. И теперь не доктор стоит во главе угла, это повестка дня пациента. Их ожидания, что с ними случится. Мы должны их выслушать, развеять их сомнения. И таким образом пациент должен принимать во всем этом участие. Это система инициативных пациентов. Мы должны уважать, признавать и уважать их выбор. Понятно, что мы иногда их направляем в решение, которое должно быть принято, чтобы оно было принято правильно. Но мы поддерживаем пациента, и это индивидуализированная медицина, в зависимости от того, с каким пациентом мы имеем дело. Почему мы перешли на такой подход, и почему он так важен для клинициста? Но, может быть, консультация продлится гораздо дольше из этого? Нет. Эффективные коммуникативные навыки помогут врачу очень хорошо и эффективно проводить собеседование с доктором. Повысят точность диагнозики и эффективность лечения. Информированное согласие пациента и его удовлетворенность очень важна. Потому что возникают дела в суде по поводу судебной ошибки, а это снизит такие возможности. То есть пациент принимает участие во всем этом процессе. Это даже улучшает исход для пациента. Да, это правда. И клинические испытания проводятся гораздо более эффективно, если очень хорошая коммуникация передается. И в онкологии участие в таких клинических испытаниях – это лучшая идея для пациентов, конечно. Если есть синдром выгорания, если есть ограниченные ресурсы. Это касается врачей в тех странах, у которых очень низкий уровень заработных плат. Все это работает против нас. Но врачи должны обсуждать очень сложные темы. Также и с пациентами мы лучшими профессионалами станем в результате этого. Вы были когда-нибудь пациентами? Я сама много раз была пациенткой. И вот когда кто-то со мной беседует и успокаивает меня, снижает уровень моей тревоги, я ему начинаю доверять. Я доверяю своему врачу. И тогда лечение будет лучше и более эффективно. Да, очень много всякой информации. Некоторые виды лечения и диагностики очень сложны. Но именно врачи находят нужные слова, чтобы нам, пациентам, понять все это. Это снижает уровень нашей неопределенности. Мы знаем, что у врача есть планы на все. На хороший случай, на плохой случай. Снижается уровень неуверенности пациента. И, конечно же, врач представляет разные для вас атернативы. Не просто только хирургия, только подножие, все. А получается, что пациент является партнером для врача в принятии решений. Это очень хорошо. Слайды двигаются быстрее, чем я. И, конечно, очень важно создать такую эмоциональную, психологическую корректировку, в особенности в онкологии, когда ваше лечение – это целое путешествие в неопределенное будущее. Надо хорошо передавать эту информацию. Но коммуникативные навыки, вы должны их изучать. Вы же с ними не рождаетесь. Тут неважно, экстраверт человек или интроверт, улыбается или вечно хмурый. Ну, собственно говоря, на самом деле пациентам легче воспринимать информацию от врача, который обладает этими коммуникативными навыками. Вы должны донести до него, почему для него важен тот или иной тип лечения. Вы с этим не рождаетесь, повторяю, с этими коммуникативными навыками. Вы их приобретаете, вы им обучаетесь. И все это надо использовать. Вы, как клиницисты, должны это использовать. И потом речь идет не о том, что вы, как врач, все только говорите. Вы также должны уметь эффективно слушать. Пациент, в общем, вам как бы намекает, о чем он хочет с вами поговорить. Может, даже невербально. Ну, собственно говоря, он будет сидеть и слушать вас, а потом потерять мысли, потому что постесняется вас прервать и задать какой-то вопрос. Очень важна есть невербальная информация. Например, доктор уткнулся в компьютер и не смотрит на пациента. Или доктор очень далеко сидит на другом конце комнаты. Или разделен, отделен от пациента огромным столом. Это не поможет вам в этой коммуникации с пациентом. А вы должны продемонстрировать сочувствие и понимание. Хотя бы постарайтесь понять, через что проходит пациент. Это тоже очень важно. Это не только, чтобы вы использовали какие-то длинные, сложные термины. Да мне самой все это не произнести. Вы должны найти правильные слова в нужное время. И передать основную, хотя бы базовую информацию по поводу процедур, через которые придется пройти пациенту. Стимулируйте пациентов задавать вопросы. Они же у них есть, они должны их задавать. Это все используется. Это такая кембриджская модель коммуникации. Я не проходила такого обучения специально в этом. Но я могу понимать, что вы должны это ввести в ежедневную вашу практику, эти модели. И, собственно говоря, тут несколько шагов. Начинаете эту сессию. Может быть, физикально осмотрим, но, в общем-то, мы этого обычно не делаем. Какие-то объяснения, что предстоит пациенту. Вы настраиваете хорошие взаимоотношения с пациентом. Пациентом изначально. Вот еще у меня есть пара слайдов. Я хочу обсудить с вами еще некоторые детали, некоторых из этих аспектов. Не все, потому что их очень много времени мало. Ну, некоторые детали. Первая часть любой встречи между доктором и пациентом – это начало. Пациент к вам пришел, или вы приходите к пациенту, вы его поприветствовали, назвали его по имени и представились. Пациент не знает, как вас зовут, или не знает, как произнести имя или фамилию, а спросить боятся. Сами представьтесь в собеседовании с пациентом. Ну, если надо, нужно, чтобы пациент подписал согласие. Ну, и, например, вы расскажите что-нибудь. Например, это срез КТ или что-то еще. Вы объясните ему, что это такое, что ему предстоит. И успокойте пациента, чтобы ему было физически удобно. Если, например, очень холодно в комнате, а пациент легко одет, или стул неудобный, сделайте так, чтобы ему было удобно, потому что вам предстоит длительное путешествие вместе с этим пациентом. Даже в рамках одной беседы. Вы должны показать ему причин, почему вы попросили, чтобы пациент рассказал вам то и это. Задайте хотя бы один вопрос, например, ему важным. Узнайте, каковы потребности этого пациента, его опасения, что его привело в эту больницу. Слушайте дальше очень внимательно. И вы можете что-то сказать, немного отвлеченное, что не имеет отношения к заболеванию или диагнозу. Используйте такие открытые фразы. Это важно, потому что вы и так знаете, что привело его в вашу госпиталь, в вашу больницу. Послушайте его, задавайте новые вопросы. И дальше он будет говорить и говорить, слушайте внимательно и задавайте еще какие-то вопросы. Потом обсуждайте с пациентом план лечения, что вы хотите от него, что вы будете делать. И это активное слушание. Вы активно слушаете, не так много говорите, как слушаете. Чтобы пациент рассказал вам свою историю, как это все проходит. Чтобы своими словами рассказал. Можете открытые, закрытые вопросы, разъясняющие вопросы задавать и так далее. Например, не думайте, что он все знает. Например, опять-таки по срезам КТ или что-нибудь еще. Выслушивайте ответы пациента. Используйте также невербальную технику. Смотрите, как откликается пациент на то, что вы говорите. Сделайте все необходимое, чтобы пациент видел, что вы вовлечены в эту беседу. Очень внимательно отслеживайте все вербальные и невербальные подсказки, все, что исходит от пациента. Если нужно разъяснение, спрашивайте у пациента, он что-то сказал. А вы спросите, а что вы имеете в виду, чтобы он разъяснил. Ну, иногда переспрашивайте вопрос, чтобы, собственно говоря, быть на одной волне с пациентом. Задали вопрос, но обычно в простой форме задавайте, простыми словами. И дальше вы обрядите, что для пациента важно дальше, когда он снова к нам придет, что вы будете делать. То есть, конечно, вы говорите, вы ему разъясняете, но не используете огромные объемы информации. Дайте простыми словами небольшой объем информации, а потом проверьте, понял ли он эту информацию. И вот в этот момент вы можете как раз спросить, а что вы хотите знать о вашем плане лечения, о вашем диагнозе. Оцените, что он уже знает, что он еще хочет знать и в какой мере. Некоторые пациенты не хотят знать всего даже. И некоторые пациенты хотят принимать участие в принятии решений по поводу будущей своей судьбы. Спросите пациента, что он хочет знать, в какой мере он хочет это знать. Следующий шаг. Ну, в общем-то, это все объяснение и планирование. Вы объясняете и планируете следующие шаги с пациентом. Последняя часть. Вот этой встречи между пациентом и врачом. Это вот завершающая стадия. Вы планируете на будущее, проверяете, правильно ли вы поняли друг друга. Это то время, когда вы можете обсуждать отрицательный исход или непредсказуемый, не спрогнозированный исход для пациента. А что если все пойдет не так, как мы планируем? Что дальше делать? Как вы хотите, чтобы вам помогли? Обобщите то, о чем вы говорили, чтобы пациент все четко понял под конец. И последнее, но не менее важное. Вообще, узнаете у пациента, согласен ли он с вашим планом лечения. Да, вы это проговаривали, но вы должны удостовериться, что пациент комфортно себя чувствует с этим планом. Если надо внести коррективы в этот план, вы так и сделаете с ним вместе. Если у него есть какие-то еще вопросы, собственно говоря, обратитесь к нему, стимулируйте его на то, чтобы он задавал еще вопросы, чтобы все было ясно к концу этой встречи. Должна вам сказать, что медицинская коммуникация на русском не преподают в медицинских колледжах, в программу она не входит. И дальше обучение, курсы повышения квалификации для врачей, это не учат. И большинство врачей в России не знают, как говорить с пациентом. Они это интуитивно делают. Им кажется, что то, что они делают правильно. Некоторые считают, что хороший доктор, это он только улыбается, очень вежливо и любезно. Это наладит коммуникацию между ним и пациентом. Но, собственно говоря, очень важно для вас стать действительно настоящим профессионалом медицинским. Я не знаю, какие курсы клинической коммуникации преподаются в Америке. Может быть, там есть такие курсы, я не знаю, честно. Но есть два коммерческих таких платных курса по клинической коммуникации. Я ничего не рекламирую, больше упаси. Я просто говорю, что я знаю о них. Одно вот это американское сообщение, это курсы Анны Соркина-Дорман. И второй, собственно, Максим Анны Соркина-Дорман. И Максима – это часть программы, обучающая высшие школы онкологии. Не знаю, наверное, можно приобрести, но это за деньги, это платные программы. Если знаете какие-то другие программы, поделитесь этим с коллегами. Есть очень хорошие ресурсы в режиме реального времени. И оффлайн тоже очень много всего. Тут масса всяких сокращений, акронимов, протоколов, которые вы можете использовать в ежедневной практике. Но вы не думайте, что это вас сделает хорошим коммуникатором, потому что большинство из нас так и не является пока еще. Я такого и пока не являюсь, потому что мы не проходили соответствующего обучения, и нас не экзаменовали. Вы также воспользуетесь любой возможностью в режиме реального времени в интернете или где-то найдете эти курсы физические, так сказать. Подумайте об этом в следующий раз, когда увидите своих пациентов. У меня нет официального вывода своей темы. Это все было только вступление, так сказать, вступительная фаза. Но должна сказать, что вот все будет нормально. Иногда вы ошибаетесь, иногда вы разочаровываете своих пациентов. А иногда все правильно происходит, и вы сами удовлетворены, и ваш пациент доволен тем, как прошла ваша беседа. И надо ввести это в ежедневную практику. Надо помнить, что любая такая встреча с пациентом делает вас другим доктором, совершенно иным. И вот вы можете оглядываться назад, вспоминать свои ошибки, поработайте над ошибками. Станется гораздо более высокого количества доктором. Пожалуйста, если что-то у вас возникнет, обращайтесь ко мне в любой момент. Вопросы, замечания, комментарии? Микрофон. Он у меня все еще потом говорит. Большое спасибо. Очень красочная презентация, очень эмоциональная и четкая. Я этот модуль читал в России, обучал ему уже четыре года в России. Это одна такая сессия очень живая. Когда я приехал в Россию, это четыре года назад еще впервые произошло. И мы ежедневно обновляем какие-то части этих коммуникаций. Мы все это обсуждаем. Но я не очень удовлетворен исходом всего этого, то есть результатом всех этих курсов обучающих. Мне кажется, проблема заключается в том, что вот эти все навыки, которые мы получаем, они потом быстро исчезают, если ты все время этим не занимаешься. Мне это легко практиковать коммуникационные навыки, потому что все вокруг меня это практикуют. А здесь, конечно, это посложнее. Мне кажется, что сотрудники медицинского учреждения не обладают этими знаниями, этими навыками, вот этих коммуникаций с пациентом. И иногда просто мне очень тяжело. Какое может быть решение? Моя сестра, вот, она журналистка, честно вам скажу. И вот как раз вот эти курсы, она как журналистка смотрела, что они там делают. Вот Анна Соркин, Максим, то есть вот чтобы историю какую-то свою изложить в средствах массовой информации. Она изучала этот вопрос, эти курсы. И она мне сказала, и я это знаю также из других источников, что эта программа расширена, а не только медицинские персоналы, ну, то есть врачи там тоже, но они все равно не пользуются этим. Прошли курсы, ну и что, они никогда этим не пользуются. Очень сложно убедить врача, особенности врача с именем уже громким, профессор, который все прекрасно делает, что ему надо пройти тренинг, пройти обучение, пройти какие-то новые шаги. И вначале они очень негативно это воспринимают в ответ. Это очень сложно, собственно говоря, внедрить это в ежедневную практику, в особенности, когда раньше этому никогда не учили, не преподавали. И вот они думают, зачем это мне. Многие так, наверное, думают по инерции, это инерция мышления. Что можно сделать? Может быть, обратиться к более молодым онкологам, создать хотя бы такую микросреду самим и как бы общаться с другими такими же внимательными, молодыми, амбициозными онкологами, которые хотели бы делать то же самое. Они ваши единомышленники. Делитесь с ними вашими идеями, потому что система вам не поможет. У нее миллионы причин, почему так не получится. Многое другое работа никому это не нужно. В России люди такие-то, бла-бла-бла, куча культурных и социальных стереотипов. Но с чему-то надо начинать. Обучайте своих друзей. Найдите молодых коллег, которым это интересно. Постройте свою микросреду. И это как-то, может быть, изменит ситуацию в России. Спасибо, замечательно. Вопрос там у нас есть сзади. Микрофончик. А есть ли различия между тем, как вы общаетесь с пациентом и как вы общаетесь с родственниками пациентов? Потому что это обычное дело в России. Например, в южной части России приходит пациентка, приводит мужа, детей, дядю, тетю, родителей, свекровь и так далее. То есть вот, но как знать, что лучшее для пациента? И тогда пациент, наверное, сидит и ничего не говорит, а родственники общаться будут с врачом. То есть это проблема, и для молодого онколога это сложно. Заставить именно пациента говорить, спросить, что ты хочешь, согласен ли ты с такой схемой лечения. А пациенты тогда сидят, а их родственники, там мужья, жены за них говорят. Есть ли различия между тем, как вы коммуницируете, как вы общаетесь с пациентом и как с родственниками? Спасибо, это большая проблема. Только в южных регионах России. Ну и вообще, есть различные культурологические аспекты, собственно говоря. Во всем мире это возникает, и надо принимать этого внимания. И я уверена, что если мы этот процесс принятия решения эффективной коммуникации действительно внедрите, это очень сложно, если такая, например, патриархальная семья, там, допустим, отец, глава семьи, и все решает. Очень важно, на чем может изолировать пациента от семьи. Не в смысле изолировать в том плане, что идите-ка вы в соседней комнате посидите, но просто займите чем-нибудь родственников, заполните вот этот формуляр или что-нибудь такое. Вот сделайте для меня сейчас. То есть сделайте так, чтобы они почувствовали, что они вам сейчас безумно нужны, вы их просто занимаетесь, потому что без них никак. Ну, по-разному можно. Никаких особых фишек у меня нет для вас. Ну, каждый сам продумает, что сделаете. И я уверена, что вы должны это практиковать. Большое спасибо. У меня вопрос нашим международным коллегам. А вот как системы такие существуют в Италии, в Греции? Есть ли у вас какое-то особое обучение коммуникациям с пациентами? Я работаю в Швейцарии, могу добавить, что в Швейцарии только где-то вот около 15 лет существует подобное образование. Вот это система, которая также является частью образования онкологов. И вот сейчас, конечно, уже система государственная решает, нужно ли нам вводить это в официальную программу. Но многие профессора уже проходили через подобное обучение, а чтобы их заставить найти какое-то новое зерно истины или что-то, это было сложно. Для них это было как интересное приключение для светил пройти через такое дополнительное образование. Но, конечно, существуют какие-то культурологические различия, потому что, вот, например, если вы говорите с американской точки зрения, совсем не так это будет в южной части Швейцарии или в северной части Швейцарии. Подобное образование должно как-то адаптироваться к культурологическим, культурным каким-то особенностям. Где-то его можно применить, где-то нет. Ну, например, в Америке это хорошо пойдет, а в России, может, это и не заработает. Те фразы, которые вы используете, тот тип коммуникации, который вы налаживаете. Потому что часто пациенты в США, например, как я уже это наблюдала, они гораздо более информированы по сравнению с российскими пациентами. Вот это различие, много других различий существует. С итальянской, например, теперь точки зрения у нас нет вот такого обучения как такового по таким коммуникациям. Это очень важно, кстати, было бы для молодого поколения онкологов. Ну, если вернутся комментарии Марии, есть много культурных различий между разными странами. Не знаю, насколько европейское сообщество может успешно внедрять у себя эти программы. Иногда в США и в Северной Европе эта коммуникация совсем отличается от того, что делается у нас в Италии, в особенности в южной части Италии, каким типом информации мы делимся с пациентом. Это может чем-то меньше делиться в других странах, например. Но нам необходимо обучение, в особенности вот именно в онкологии, в нашей специальности. Обязательно нас надо этому обучать, потому что в медицинской онкологии то, что мы делаем, собственно говоря, ведь на 80% нашего времени мы действительно общаемся с пациентами. Я считаю, что если мы попытаемся что-то изобрести для каждой культуры, для каждой страны, можно сказать, для каждой культурной среды, в особенности, если не из нечего, так сказать, не из чего выбирать или изобретать, то мы немного добьемся. Может быть легче применять что-то уже где-то проверенное и просто адаптировать. Не надо порох изобретать или заново колесо. Что-то другое, чуть другой опыт попытаться использовать. У меня другого рода вопрос. А какова ситуация в России по поводу того, надо ли говорить всю правду пациенту онкологическому. По закону необходимо говорить пациенту диагноз. И вот вся медицинская документация, которая передается пациенту, показывает диагностику, стадию и все это. Но вот другое дело, что врачи пишут это все таким языком, который пациенты не понимаете. Если вы увидите, что написано в вашей карточке, там немелкоклеточный рак легкого и так далее, пациенты не понимают ничего этого. Никто с ними это не обсуждал. Даже если они знают диагноз, они не всегда понимают уровень своей выживаемости, беспрогрессивной выживаемости и так далее. И сколько они проживут при этом диагнозе. Не просто, что они услышат диагноз. Да, доктор передал диагноз пациенту, поделился с ним. Но мы должны убедиться в том, что пациенты понимают, что с ними происходит, понимают их диагноз, чтобы делали планы какие-то. Каждый хочет планы, конечно, на будущее строить с тем, чтобы мы действительно убедились в том, что пациенты в России лучше осведомлены. Они осведомлены, но недостаточно. И мы должны лучше информировать пациента, в смысле, разъяснять им. То есть надо говорить пациенту и диагноз, и прогноз. Мы должны говорить пациенту, передавать ему ровно тот объем информации, к которой они готовы, и то, что они хотят услышать от нас. Не больше и не меньше. Может быть, это разные уровни, разные объемы информации на разных стадиях нашего с ним лечения. И можно потом обсуждать снова прогнозы лечения. Можно к этому возвращаться в разные годы их жизни, в разные моменты их лечения. Или просто в разные моменты. Потому что не все они хотят сразу услышать всю правду. А может быть, постепенно, во время вашего совместного путешествия, так сказать, вы больше им расскажете. Они этого сами захотят. Спасибо. 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 Спасибо.